Приветствую вас. Я думаю, что мама вашей девушки не любит вас, потому что боится, что дочь останется одна, так же, как она сама. То есть, если у мамы вашей девушки нет мужчины, то, скорее всего, она любого мужчину будет не любить, ну, разве что только идеального, но идеального нет, и поэтому она будет не любить каждого. Вот, а если вы с ней никак не взаимодействовали, с мамой девушки до сих пор, то, скорее всего, скорее всего, она не любит вас не потому, что вы какой-то не такой, а не любит она вас просто, вот просто потому, что. И к вам это вообще никакого отношения, грубо говоря, не имеет. Вот. Поэтому здесь я думаю, что к ее нелюбви стоит относиться, ну, весьма, 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 весьма сквозь пальцы. Вот. Это первое, что вам нужно понять. А второе, что я рекомендую вам понять, это то, что есть вы, есть вы, есть ваша личная жизнь, как, собственно, ну, как, собственно, сказала моя коллега. Вот. И ваша собственная, ваша личная жизнь никак не связана с мамой. То есть она никак не перетекается с ней. Вот. То есть, как бы, да, мама, она может, значит, ну, мама, она может, да, как-то влиять, мама может как-то указывать дочери, что ей, соответственно, делать. Вот. Но, все равно дочь решает сама, что ей делать. Вот. Если она не самостоятельна, ваша девушка, то у вас будут проблемы, к сожалению. У вас будут проблемы и, к сожалению, довольно большие, потому что девушка будет вечно обращаться к маме, да, девушка будет вечно оглядываться на маму. Вот. И тем самым ставить под удар и под сомнения ваши отношения в целом. Вот. И такая проблема, она будет продолжаться, да? То есть тут, что бы вы ни делали вообще, вот, 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 вот вообще, да, вообще, что бы вы ни делали и что бы вы ни предприняли, что бы вы ни предприняли, она будет вас, эм... не любить. Вот. И да, вы можете, конечно, ну, ну, вы можете попробовать ее расположить к себе, но внимание на этом застрять клизкам сильно не стоит. Вот. Ага. Если вы, как бы, уверены в себе, да, и в своей девочке, то не нужно, не нужно, да, на этом внимание. То есть просто дайте ей, маме, маме девушки, я имею в виду, дайте ей понять, что вы, значит, хорошо относитесь к ее дочери, дайте ей понять, что вы хорошо относитесь к ее дочери, ну, что вы хорошо относитесь к ее дочери и понять, что она может быть спокойна на, ну, на вас все, да, маме, а дальше только время. То есть дальше вам, по сути, поможет только время и больше, больше ничего. То есть вы никак, никак не убедите маму, да, в том, что вас нужно любить, что вас, ну, что вас нужно, там, принять, да, и так далее. Вы никак не сможете маме это донести. При всем вообще желании вы не сможете это сделать. Вот. Поэтому, ваша уверенность, вот, ваша уверенность, это то, что действительно поможет. Ваша уверенность, это то, что, то, что действительно может сыграть на руку, в том числе и для девушки, для мамы. От того, как вы поведете себя с мамой, от того, как вы проявите свою уверенность и проявите, может быть, даже, даже, может быть, свою какую-то силу, да, вот, зависит очень многое, очень многое зависит от этого. И мне думается, что так вот. Конечно, вы можете представиться другом девушки, конечно, вы можете, как это сказать, стать гостем девушки. Вот. Вы можете действовать последовательно, да, постепенно. Вот. Вы можете постараться угадать желания женщины. Вот. Вы можете постараться это все сделать. Но делать это в расчете на то, что, вот, на то, что она одобрит вас, на то, что она поймет вас, на то, что она будет в вами, да, на то, что она, скажем так, не будет чинить препятствия на пути ваших отношений. Я бы, честно говоря, не стал. Я бы не стал, потому что, надеяться на это я бы не стал, потому что у нее, скорее всего, есть своя жесткая позиция на этот счет и вам эту жесткую позицию никак не переделать. Потому что, ну, вы молодой, да, она, как бы, зрелая. Она считает, что она, собственно, все знает. Она считает, что она все понимает. Она считает, что лучше вообще разбирается во всем. Вот. И вряд ли вы ее переубедите. Да, даже и пытаться не стоит, да. То есть, больше только сил потратите на это и свою девушку будете обделять. Внимание, что вот. Ей воспримется, воспримется очень-очень негативно. Вот. Поэтому тут уж вам нужно определить приоритет, да, что отношения вы строите все-таки не с девушкой, вот тут не с мамой, да, а с девочкой, и это в первую очередь важно. В первую очередь важна именно девочка, а не ее мама. Понимаете? Поэтому здесь я рекомендую вам поступать вот именно так. Ваши опасения, они мне понятны. Вот. И понятно, что вы не хотите, чтобы девочка со своей мамой ссорилась, да, из-за вас. Тем более, ведь она у нее одна-единственная. Вот. Я вас хорошо понимаю. Я понимаю ваши переживания. Я считаю, что девушки с вами очень повезло, потому что далеко не каждый мужчина думает об этом. Вот. Но вам нужно, вам нужно четко узнать свои границы. То есть, чтобы не брать ответственности на себя больше, чем вы можете унести. Вот. Что касается отношений мамы и девушки, то если мама ее любит, если мама действительно ее любит, то со временем она примет ее позицию, примет ее выбор. Ей придется смириться, что ее дочь уже выросла. Ей придется смириться с тем, что ее дочь уже взрослая. Ей придется смириться с тем, что у нее личная жизнь. Вормония это постынет ее тому, чтобы начать заниматься своей жизнью, да, а пока у нее есть дочь, она этого делать не будет. Вот. То есть, мне кажется, что по итогу, да, все просто выиграют. Все выиграют от того, что вы ей скажете, все выиграют от того, что вы, ну, что вы признаетесь девушке в том, что вы, ну, расскажете, что вы встречаетесь. Да, и я полагаю, что это в итоге, это, ну, пойдет только на пользу. Вот. На пользу всем. Вот. Другое дело, другое дело, если вы в себе не уверены. Это вот другой вопрос, да, если вы не уверены в себе, если вы боитесь чего-то, это уже совсем другая история, и рассматривать эту историю нужно, на мой взгляд, отдельно. Потому что, если вы не уверены в себе, да, если вы чего-то боитесь, вот, то проблема это ваш. Проблема это ваша. И вам нужно будет с этой проблемой что-то сделать. То есть, возможно, ну, поработать над собой, возможно, там, посмотреть в сторону, в сторону повышения уверенности в собственных силах, ну и так далее. и так далее, и так далее. Вариантов здесь достаточно много. Вот. Это вот и является последний последним элементом, который я хотел раскрыть вам. Вот. Это является последним, ну, последней такой вещью, которую я хотел вам предложить. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok